Всем привет! Сегодня я хотел бы познакомить вас с картинами и краткой биографии французского живописца Жан-Агюст Доминик Энгер. Данные я беру из интернета, из википедии и других источников, которые я нарыл в интернете. Родился в Антабене, Франция. Был старшим из семи детей. Отец был очень давным человеком творческим. Поощрял попытки Жана заниматься живописью и рисованием. Он обучался в местной школе. Но, к сожалению, грянула великая французская революция и ему пришлось покинуть школу. В 1791 году Жан-Агюст Доминик Энгер переезжает в Тулузу. Он зачислен в Королевскую академию художеств, культуры и архитектуры. Его учителями там стали скульптор Жан-Пьер Виган, Жан Брайант, художник-пейзажист, художник Джозеф Рок, которые проявили любовь к творчеству Рафаэля. Кстати, он занимался не только живописью, но еще и играл на скрипке. Был вторым скрипачем в оркестре Капитолия Тулуза. Разосторонний человек, конечно, был. В 1797 году отправляется в Париж. Берет уроки у Жан-Луи Давида. Это ведущий художник во время французской революции. От своего учителя перенимает неоклассические традиции в живописи. В 1799 году Энгера приняли в школу изящных искусств на живописное отделение. В 1800 году он пишет картину послы Агаминона Шатриахила, благодаря которой в 1801 году получает гран-при для поездки в Рим. Но финансовых средств не хватает. Поездка отложена до 1806 года, практически на 5 лет. Он много работал, черпал вдохновение. В творчестве Рафаэля, в гравюрах английского художника Джона Флексмана. Дебютировал на престижной живописной выставке в 1802 году. В 1803 году ему и еще 5 живописцам поступил заказ на изображение портрета Наполеона I в полный рост. Эти работы были направлены в город Льеж, Антверпен, Дюнген, Брюссель и Ген, которые вошли в состав Франции в 1801 году. Энгер выполнял свою работу по портрету Наполеона, выполненную Антуаном Жаном Гроу в 1802 году. Накануне большой художественной выставки в 1806 году он уехал в Рим. Некоторые из его работ произвели неоднозначное впечатление на общественность. Критики были очень враждебно настроены к работам французского живописца, называя их архаичными. Об этом узнал Энгер, уже находясь в Риме и дал за рог никогда больше не участвовать в выставке. В 1810 году его грант закончился и Энгер решает остаться в Риме, найдя поддержку в акционном французском правительстве. В 1813 году женится на Мадлен Шапель, с которой был счастлив в браке. Его работы также продолжают критиковать. Весной 1814 года он отправился в Неаполь, нарисует портреты королевы Каролины Мурата и ее семьи. В 1815 году вместе с крахом Наполеона потерпел поражение режима Мурата. Энгер оказался в Риме без покровительства французских властей, поэтому ему приходится зарабатывать на жизнь рисованием небольших портретов, которые очень ценятся в настоящее время как бесценные предметы изобразительных искусств, В 1816 году Энгер получает заказ на выполнение портрета Фернандо Альвареса де Толедо, герцога Альбы, в качестве награда герцогу от римского папы за подавление протестантской реформации. Жан-Агюст Доминик, несмотря на свою неприязнь к этому человеку, выполняет некоторые эскизы, но в конце концов отказывается от работы, желая остаться верным своим убеждениям. Кстати, у него складываются очень дружеские отношения с музыкантами, в том числе и с Паганини, и они регулярно упражняются в игре на скрипке. В 1820 году вместе с женой переезжает во Флоренцию по приглашению скульптора Лоренцо Бантолини. Работает на полотном «Обед Людовика XIII» и в 1824 году отправляется с ней в Париж. Выставка приносит Энгеру ошеломительный успех. В 1825 году Энгер награжден крестом органа почетного легиона. В 1834 году возвращается в Рим, заняв должность директора Эколи де Франц. Но, несмотря на свои административные обязанности, все равно продолжает рисовать, работать. В 1843 году с энтузиазмом начинает роспись большого зала в Шатоу де Тампиер. Но, к сожалению, в 1849 году умирает его жена, и роспись не была завершена. В 71 год женится на 43-летний дельфин Ромео. Ну и, конечно, этот брак придает силу живописцу в следующем десятилетии. В 1867 году Энгер умирает от воспаления легких в возрасте 86 лет. Работа из его мастерской, в том числе и ряда крупных картин. Более 4000 рисунков и его скрипка были завещанных художников в музее своего родного города, ныне известный как музей Энгера. Ну вот, пожалуй, и все. Немножко кратко. Все то, что я хотел вам рассказать о французском живописце Жане Агюсте Доминике Энгри. И посмотрите, пожалуйста, картины, которые я нашел в интернете. Я пользовался данными Википедии и ресурсами интернета. Немножко кратко о биографии и творчестве Жане Агюсте Доминике Энгера. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok